Откровение Иисуса Христа было дано ему Богом, чтобы показать его слугам все, что должно вскоре произойти. Христос оповестил об этом, послав ангела к своему слуге Иоанну. Иоанн подтверждает все, что видел. Это послание Бога и свидетельство Иисуса Христа. Блажен читающий и слушающий слова этого послания Бога и соблюдающий все, что в нем написано, потому что час близок. От Иоанна к семи церквям, находящимся в Азии. Благодать вам и мир от Бога, который есть, был и грядет, и от семи духов, которые перед престолом его, Иисуса Христа, верного свидетеля, первого, кто был вознесен из мертвых, владыки над царями земными. Он любит нас и своей кровью освободил нас от наших грехов. Мы принадлежим его царству, он сделал нас священниками на службе у Бога, своего Отца. Слава ему и сила вовеки. Аминь. Знайте, что он придет на облаках, и все увидят его, даже те, кто пронзили его. И все люди на земле будут горевать о нем. И все будет именно так. Аминь. Я, Альфа и Омега, говорит Господь Бог. Тот, кто есть, был и грядет, всемогущий. Я, Иоанн, брат ваш, разделяющий с вами страдания, царство и долготерпение в Иисусе, был сослан на остров Патмос за то, что проповедовал Слово Божие и свидетельство Иисуса. В день Господний Дух овладел мной, и я услышал за собой громкий голос, подобный звуку трубы. Он сказал, запиши в книгу то, что видишь, и пошли семи церквям, в Ефес, Смирну, Пергам, Фиатиру, Сарды, Филадельфию и Ладикию. Тогда я обернулся посмотреть, чей голос разговаривает со мной, и, обернувшись, увидел семь золотых светильников. Между светильниками я увидел того, кто выглядел как сын человеческий. Он был одет в длинные одежды и подпоясан золотым поясом. Его голова и волосы были белы, как белая шерсть или снег, а глаза словно яркое пламя. Его ноги были подобны бронзе, мерцающей в плавильной печи. Его голос подобен шуму водопада, а в правой руке у него было семь звезд. Во рту у него находился обойдоострый меч, и всем своим видом он был подобен ярко сияющему солнцу. Увидев его, я пал к его ногам словно мертвый. Тогда он возложил на меня правую руку и сказал, не бойся. Я первый и последний. Я тот, кто живет. Я был мертв, а теперь, смотри, я жив и буду жить вечно, и у меня ключи от смерти и ада. Так опиши же то, что ты видел, что происходит сейчас и что произойдет после этого. А вот тайна семи звезд, которые ты видишь в моей правой руке, и семи золотых светильников, семь звезд, это ангелы семи церквей, а семь светильников, это семь церквей. Напиши ангелу Ефесской церкви. Вот что говорит тебе тот, кто держит в правой руке семь звезд и проходит между семью золотыми светильниками. Мне известны твои поступки, твой тяжкий труд и долготерпение. Знаю я и то, что ты не переносишь злых людей, и подвергнув испытанию тех, кто называет себя апостолами, доказал, что они лжецы. Я знаю, что есть у тебя терпение и что ты потрудился ради меня, но не утомился от всего этого. Но вот что я имею против тебя, ты отрекся от любви, которая была у тебя в начале. Так вспомни же, где ты был до падения. Покайся и соверши деяния, которые совершал в начале. А если ты не покаешься, то я приду к тебе и уберу твой светильник с его места. В твою пользу, однако, то, что тебе ненавистны дела николаитов, как и мне они ненавистны. Каждый, кто слышит это, должен слушать, что дух говорит церквям. Тому, кто победит, я дарую право вкусить от дерева жизни в раю божьем. Напиши следующее ангелу Смирнской церкви. Вот что говорит тебе первый и последний, который умер и снова возвратился к жизни. Я знаю о твоих страданиях и о твоей бедности, хотя на самом деле ты богат. Я знаю и о клевете, которую на тебя возвели те, кто говорит, что они иудеи, хотя это не так, но на самом деле их собрание принадлежит дьяволу. Не страшись того, что тебе придется выстрадать. Слушай. Дьявол бросит некоторых из вас в темницу, чтобы испытать вас, и вы будете томиться там десять дней. Но будь верен, даже если придется умереть, и я подарю тебе венец жизни вечной. Имеющий уши да услышит, что дух говорит церквям. Тому, кто победит, не причинит вреда вторая смерть. Напиши ангелу Пергамской церкви. Вот что говорит тот, у кого обыда острый меч. Я знаю, что ты живешь там, где престол сатаны. И я знаю также, что ты держишься моего имени и не отрекся от веры в меня даже тогда, когда Антипа, мой верный свидетель, был убит в вашем городе, где обитает сатана. И все же кое-что я имею против тебя. Есть среди вас некоторые, придерживающиеся учения Валаама, который научил Валака вынудить жителей Израиля совершить грех, а они ели пищу, пожертвованную идолом, и совершали прелюбодеяние. Также есть среди вас и некоторые, придерживающиеся учения Николаитов. Покайтесь же. Иначе я скоро приду к вам и сражусь с теми людьми мечом, исходящим из моих уст. Каждый, кто слышит это, пусть слушает, что Дух говорит церквям. Тому, кто победит, я дам манну сокровенную и белый камень, на котором начертано новое имя. Никто не знает этого имени, кроме того, кто его получит. Напиши ангелу фиатирской церкви. Вот что говорит Сын Божий, чьи глаза подобны пылающему огню, а ноги подобны сверкающей бронзе. Я знаю о твоих делах, любви, вере, службе и долготерпении. И знаю, что сейчас ты делаешь больше, чем раньше. Но вот что я имею против тебя, ты со снисхождением относишься к той женщине, Изавели, которая называет себя пророчицей. Своими поучениями она обманывает моих слуг, побуждая их совершать прелюбодеяния и есть пищу, принесенную в жертву идолам. Я дал ей время покаяться, но она не желает покаяться в своем духовном прелюбодеянии. Напиши ангелу сардийской церкви. Вот что говорит владеющий семью духами Божьими и семью звездами. Я знаю о твоих делах и о том, что ты считаешься живым, хотя на самом деле умер. Будь бдителен и укрепляй то, что осталось, пока оно окончательно не умерло. Так как я не нахожу, что твои дела совершенны перед моим Богом. Помни наставления, которые были даны тебе и которые ты слышал. Повинуйся им и покайся. Если ты не проснешься, то я приду неожиданно, подобно вору, и ты не узнаешь, когда я приду к тебе. Однако есть у тебя в сардах несколько человек, которые не запятнали своих одежд. Они пойдут со мной во всем белом, так как они достойны. Тот, кто победит, будет облачен в белые одежды. Я не сотру его имени из книги жизни, а признаю его имя перед моим отцом и перед ангелами. Каждый, кто слышит это, должен слушать, что дух говорит церквям. Послание Христа Филадельфийской церкви. Напиши следующее ангелу Филадельфийской церкви. Вот что говорит Святой Истинный, у кого ключ Давида, кто отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Я знаю о делах твоих. Смотри, я поместил перед тобой открытую дверь, которую никто не сможет закрыть. Хотя у тебя и немного силы, ты сохранил мое слово и не отрекся от моего имени. Слушай же, что я скажу о тех людях, которые принадлежат к сатанинскому собранию. Я заставлю этих лжецов, выдающих себя за иудеев, прийти и склониться к твоим ногам. Тогда они узнают, что я возлюбил тебя. Ты исполнил мой наказ о терпении. Я же, в свою очередь, буду охранять тебя во время испытаний, которые надвигаются на весь мир, чтобы испытать жителей земли. Я скоро приду. Храни же то, что есть у тебя, чтобы никто не смог отнять у тебя венец победителей. Победивший станет столпом в храме моего Бога, и не выйдет больше из него. Я напишу на нем имя моего Бога, имя города моего Бога, Новый Иерусалим, который сойдет с неба от моего Бога, и мое новое имя. Имеющий уши да услышит то, что Дух говорит церквям. Послание Христа Лаодикийской Церкви. Напиши следующее ангелу Лаодикийской Церкви. Вот что говорит Аминь, верный и истинный свидетель, начало создания Божьего. Я знаю о твоих трудах и о том, что ты не горяч и не холоден. Как бы я хотел, чтобы ты был либо горяч, либо холоден. Но если ты не горяч и не холоден, то я извергну тебя из уст моих. Ты говоришь, я богат, разбогател и мне ничего не нужно, но не осознаешь, что ты несчастен, жалок, беден, слеп и наг. Я советую тебе купить у меня золото, очищенное огнем, чтобы разбогатеть, и белые одежды, чтобы одеться, и чтобы не видна была твоя постыдная нагота. И глазной мазью помашь свои глаза, чтобы прозреть. Я обличаю и наказываю тех, кого люблю. Так будь же ревностен и покайся искренне. Смотри. Я стою у двери и стучу. Если кто услышит мой голос и отворит дверь, то я войду в его дом и сяду есть вместе с ним, и он поест вместе со мной. Победившему я дарую право воссесть со мной на моем престоле, как и сам я победил и воссел с моим отцом на его престоле. Имеющий уши да услышит то, что дух говорит церквям. После того я посмотрел и увидел перед собой дверь, открытую в небо. И голос, говоривший со мной ранее и звучавший подобно трубе, сказал, подойди сюда, и я покажу тебе, что должно случиться в будущем. И я тотчас же очутился во власти духа. Передо мной на небе был престол, а на нем находился сидящий. От сидящего исходило сияние, подобное сверканию Ясписа и Сардиса. Вокруг престола сияла радуга, подобная изумруду. Вокруг него было еще двадцать четыре престола, и на них восседали двадцать четыре старца. Одежды на них были белые, а на головах – золотые венцы. От престола исходило сверкание молний, раздавался грохот и раскаты грома. Семь светильников горели перед престолом, это были семь духов божьих. Перед престолом находилось нечто, подобное стеклянному морю, прозрачному, словно хрусталь. И еще перед престолом, и вокруг него стояли четыре живых создания с множеством глаз спереди и сзади. И первое из них было подобно льву, второе – быку, а у третьего было человеческое лицо. Четвертое же было подобно летящему орлу. И у каждого из четырех было по шесть крыльев, и покрыты они были глазами изнутри и снаружи. День и ночь они непрерывно повторяли. Свят, свят, свят Господь Бог всемогущий, Который был, есть и грядет. И пока эти живые создания возносят честь, славу и благодарность сидящему на престоле, живущему во веки веков, двадцать четыре старца падают ниц перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков. Они кладут свои венцы перед престолом и говорят, «Господь Бог наш! Ты достоин всей славы, хвалы и силы. Потому что ты создал все. И все существует, и было создано по воле твоей. И тогда я увидел в правой руке сидящего на престоле свиток, покрытый письменами с обеих сторон и запечатанной семью печатями. Я также увидел могучего ангела, возглашающего громким голосом, кто достоин сломать печати и развернуть свиток. Но не было никого ни на небе, ни на земле, ни под землей, кто мог бы развернуть свиток и заглянуть в него. Я горько зарыдал, так как не нашлось никого достойного развернуть свиток и заглянуть в него. Тогда один из старцев сказал мне, не плачь. Послушай, лев из рода Иуды, из колена Давида, победил, он сможет сломать семь печатей и развернуть свиток. Затем я увидел, что посреди престола с четырьмя живыми созданиями и посреди старцев стоит агнец, и вид у него был такой, словно его заклали. У него было семь ругов и семь глаз, духов божьих, посланных во все земли. Агнец подошел и взял свиток из правой руки, у сидящего на престоле. Когда он взял свиток, четыре живых создания и двадцать четыре старца пали ниц перед агнцем. У каждого из них была арфа, и они держали золотые чаши, полные благовоний, молитв людей божьих. И запели они новую песнь. Ты достоин взять свиток и сломать печати. Потому что ты был принесен в жертву. И жертвенной кровью своею. Выкупил людей для Бога. Из каждого племени, языка, расы и народа. Ты создал из них царство, и сделал их священниками нашего Бога, и будут они царствовать над землей. Тогда я посмотрел и услышал голоса множества ангелов, окружавших престол, четырех живых созданий и старцев. Их число было тысячи и тысячи, десять тысяч раз по десять тысяч. И они говорили громкими голосами. Агнец, которого заклали. Достоин получить могущество, богатство, мудрость, силу, честь, славу и хвалу. Тринадцать. И тогда я услышал всех существ земных, небесных, подземных и морских, всех созданий Вселенной. Они говорили. Сидящему на престоле и Агнцу. Хвала, и честь, и слава, и власть во веки веков. И четверо животных ответили, аминь. Тогда старцы пали ниц и поклонились. Затем я увидел, как Агнец сломал первую из семи печатей, и услышал, как одно из животных сказала голосом, подобным грому, приди. Тогда я посмотрел и увидел перед собой белого коня. Всадник держал в руках лук, а на голову ему был возложен венец, и он, победоносный, отправился побеждать. Агнец сломал вторую печать, и я услышал, как второе животное сказала, приди. И вышел тогда другой конь, красный как огонь. Всаднику было дано разрешение лишить землю мира, и вынудить людей убивать друг друга. И получил он большой меч. И сломал Агнец третью печать, и я услышал, как третье животное сказала, приди. Тогда я посмотрел, и передо мной был черный конь. Всадник держал в руках весы. Я услышал нечто, подобное звучанию голоса, исходившего оттуда, где были четверо животных. Голос сказал, одна мера пшеницы за динарий, и три мера ячменя за динарий. Но не испорти масло и вино. Затем Агнец сломал четвертую печать, и я услышал голос четвертого животного, произнесший, приди. Тогда я взглянул, и передо мной оказался бледный конь и всадник, имя которому смерть, а за ним следовал ад. Ему дна была власть над четвертой частью земли убивать мечом, голодом, болезнями и с помощью диких животных. Когда Агнец сломал пятую печать, я увидел под алтарем души умерщвленных за то, что они были послушны слову Божьему и свидетельству, которое они получили. И кричали души громкими голосами, сколько же еще, Господи святой и истинной, будешь ты выжидать? Когда же совершишь свой суд над людьми, живущими на земле, которые убили нас? Каждому из них дали белые одежды, и было сказано им, чтобы они подождали еще немного, пока еще некоторое число их братьев и сестер, слуг Христа, будет, как и они, убито. Когда Агнец сломал шестую печать, я взглянул, и произошло великое землетрясение. Почернело солнце, и стало словно власеница, и вся луна стала кровавой. Звезды небесные упали на землю словно незрелые смоквы, опадающие со смоковницы, когда ее раскачивает сильный ветер. Небеса раскололись и свернулись, как свиток, и все горы и острова сдвинулись со своих мест. Земные цари, правители, военачальники, богатые и сильные, все рабы и свободные попрятались в пещерах и среди скал в горах. И сказали они горам и скалам, обрушьтесь на нас и скройте нас от присутствия сидящего на престоле и от гнева Агнца. Пришел день великого гнева, и кто же сможет пережить его? После этого я увидел четырех ангелов, стоявших у четырех краев земли, сдерживая четыре ветра земли, чтобы ни один ветер не дул на землю, море и деревья. Затем я увидел другого ангела, идущего с востока, он нес печать живого бога. И закричал он громким голосом, обращаясь к четырем ангелам, которым было позволено вредить земле и морю. Он сказал, не наносите вреда земле, морю и деревьям до тех пор, пока мы не отметим слуг нашего бога печатью на лбу. И тут я услышал, сколько человек было отмечено печатью, сто сорок четыре тысячи, и были они из каждого колена народа Израиля. Из колена Иуды – двенадцать тысяч. Из колена Рувима – двенадцать тысяч. Из колена Гада – двенадцать тысяч. Из колена Осира – двенадцать тысяч. Из колена Нефалима – двенадцать тысяч. Из колена Моносии – двенадцать тысяч. Из колена Симеона — 12000 Из колена Левия — 12000 Из колена Иссахара — 12000 Из колена Завулона — 12000 Из колена Иосифа — 12000 Из колена Вениамина — 12000 Огромное множество. После этого я взглянул, и вот предстала передо мной толпа народа, которую никто не смог бы пересчитать. В ней был всякий народ, всякое наречие, всякий язык и всякое племя. Они стояли перед престолом и перед Агнцем. На них были белые одежды, и в руках они держали пальмовые ветви. Они кричали «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле» и Агнцу. Все ангелы стояли вокруг престола, старцев и четырех животных, и все они полениц перед престолом и стали поклоняться Богу, говоря «Аминь». Хвала и слава, мудрость, благодарение, честь, власть и сила Богу нашему во веки веков. Аминь. Тогда один из старцев спросил меня, кто эти люди, облаченные в белые одежды, и откуда они пришли. Я ответил ему, господин, ты знаешь, кто они. Тогда он сказал мне, эти люди, те, кто прошли через великие испытания. Они омыли свои одежды в крови Агнца и сделали их чистыми и белыми. Вот почему они стоят сейчас перед престолом Божьим и день и ночь поклоняются Богу в его храме. Сидящие на престоле защитит их своим присутствием. Они никогда больше не будут испытывать ни голода, ни жажды. Их никогда не опалит солнце или испепеляющий жар. Агнец, который находится перед самым престолом, будет их пастырем и поведет их к животворному источнику, и Бог осушит их слезы. Когда Агнец сломал седьмую печать, то на небесах воцарилось молчание, длившееся около получаса. И тогда я увидел семь ангелов, стоявших перед Богом. Им дано было семь труп. Потом подошел другой ангел и встал перед алтарем, держа золотую кадильницу, и даны ему были благовония, чтобы с молитвами всех святых людей Божьих он воскурил его на золотом алтаре перед престолом. И с молитвами святых вознесся дым благовония из рук ангела прямо к Богу. Потом ангел взял кадильницу, наполнил ее огнем с алтаря и бросил на землю. И тут же раздались раскаты грома, грохот, засверкали вспышки молний, и случилось землетрясение. Семь ангелов трубят в трубы. И семь ангелов с семью трубами приготовились трубить. Первый ангел затрубил в свою трубу, и выпал град, смешанный с кровью и огнем, и все это низверглось на землю. Треть земли, треть деревьев, и вся трава сгорели. Второй ангел затрубил в свою трубу, и нечто, подобное огромной горе, охваченной огнем, низверглось в море, и треть моря превратилась в кровь. И треть всего живого, что было в море, умерла, и треть кораблей была уничтожена. Третий ангел протрубил в свою трубу, и с неба упала огромная звезда, пылая словно светильник. И упала она на треть рек и источников. Имя звезды было Палынь, и треть всех вод стала горькой. Многие умерли от этой воды, так как стала она горькой. Четвертый ангел протрубил в свою трубу, и треть солнца, и треть луны, и треть звезд затмились, и стала черной их третья часть. И потому день лишился трети своего света, так же, как и ночь. Тогда я посмотрел и услышал, что высоко в небе парит орел. Он сказал громким голосом, горе, горе, горе тем, кто живет на земле, так как раздастся звук труб остальных трех ангелов, которые уже готовятся трубить точка. Пятый ангел затрубил в свою трубу, и я увидел звезду, упавшую с неба на землю. И был ей дан ключ к проходу, ведущему к бездне. Когда она отомкнула проход, ведущий к бездне, то из прохода вышел дым, словно из огромной печи. И потемнело небо, и солнце потускнело от дыма, валившего из прохода. А из облака дыма на землю пала саранча, и ей была одна сила, подобная той, что имеют на земле скорпионы. Но ей было сказано, чтобы она не вредила ни траве, ни земле, ни растениям, ни деревьям, а только людям, на лбу у которых нет печати Бога. И приказано было саранча не убивать их, а мучить болью в течение пяти месяцев. Та боль была подобна боли, которую причиняет скорпион, когда ужалит человека. И все это время люди будут искать смерти, но не смогут найти ее. Они пожелают смерти, но она не придет к ним. Саранча же была похожа на коней, готовых к битве. На головах у саранчи были золотые венцы, а лица похожи на человеческие. Волосы у нее были словно женские волосы, а зубы подобны львиным клыкам. Ее грудь была словно железная броня, а шум ее крыльев подобен грохоту множества колесниц, влекомых скакунами, рвущимися в бой. У нее были хвосты с жалами, словно жало скорпионов, и в хвостах было достаточно силы, чтобы вредить людям в течение пяти месяцев. Царем у них был ангел, охранявший бездну, зовущийся Авадон по-еврейски, по-гречески же он назывался Аполион. Первая беда миновала. Но еще большие две напасти последуют за ней. Шестой ангел затрубил в свою трубу, и я услышал голос, раздавшийся из четырех ругов золотого алтаря, находившегося перед Богом. Затем голос сказал шестому ангелу с трубой, освободи четырех ангелов, прикованных у великой реки Ефрат. И освобождены были четыре ангела, приготовленные для этого самого часа, дня, месяца и года, чтобы убить одну треть людей. Я слышал, сколько там всего было конных, двести миллионов. Вот как выглядели кони и их всадники в моем видении. У них были нагрудники огненно-красные, темно-синие и желтые, словно серо. Их головы были как львиные головы, а изо рта у них исходил огонь, дым и серо. И тремя этими напастями была убита одна треть людей, огнем, дымом и серой, которые извергались у них изо рта. Сила коней была в их ртах и хвостах, так как их хвосты были словно змей с головами, жалящими и поражающими людей. Остальные люди, которые не погибли от этих напастей, не покаялись в том, что сотворили собственными руками. Они не прекратили поклоняться бесам, идолам золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни двигаться. Они не покаялись ни в совершенных ими убийствах, ни в колдовстве, ни в разврате, ни в воровстве. Тогда я увидел другого могучего ангела, спускавшегося с небес. Он был облачен в облако, а вокруг его головы сияла радуга. Его лицо было словно солнце, а ноги подобны огненным столпам. У него в руке был небольшой развернутый свиток. Он поставил правую ногу на море, а левую – на сушу, и закричал громким голосом, подобным рычанию льва. И когда он закричал, то семь громов подали свои голоса. Когда же заговорили семь громов, я приготовился писать, но услышал, как голос с небес сказал, «Сохрани в тайне то, что сказали семь громов, и ничего не записывай». И тогда ангел, которого я видел стоящим на море и на суше, поднял правую руку к небу. Он поклялся властью живущего во веки веков, который создал небо и все живое на нем, и землю и все живое на ней, и море, и все живое в нем, сказав, «Не будет больше задержки». Когда настанет время седьмому ангелу затрубить в трубу, то свершится тайна Божия, которую Бог благовествовал своим слугам, пророкам. Тогда голос, который я раньше услышал с небес, снова обратился ко мне и сказал, «Иди, возьми развернутый свиток из рук ангела, стоящего на суше и на море». Я подошел к ангелу и попросил его дать мне свиток. Он сказал мне, «Возьми свиток и съешь его. В желудке у тебя будет от него горько, но во рту будет сладко, словно от меда». Затем я взял свиток из руки ангела и съел его. Во рту моем было сладко от него, как от меда, но как только я съел его, стало горько у меня в желудке. Тогда ангел снова сказал мне, «Ты должен снова пророчествовать о многих народах, племенах, языках и царях». Затем мне дали посох, подобный жезлу, чтобы он служил мне мерой, и сказано мне было, «Вставай и обмерь храм Божий и алтарь, и сосчитай тех, кто там поклоняется». Но не принимай в расчет наружный двор храма и не обмеряй его, так как он отдан во владение язычникам. «Они будут попирать ногами улицы святого города сорок два месяца. Я дам волю двум моим свидетелям, и они будут пророчествовать одну тысячу двести шестьдесят дней и облачаться во власеницы. Эти свидетели – два оливковых дерева и два светильника, которые стоят перед Господом земли. Если кто попытается повредить им, то пламя вырвется у них изо рта и спепелит их врагов. И потому, если кто попытается повредить им, то так он и погибнет. У них есть сила замкнуть небо, чтобы не шли дожди в то время, когда они пророчествуют. И есть у них власть над водами, чтобы превратить их в кровь, и власть поразить землю всякими морами, когда только захотят. Когда они закончат свое свидетельство, то зверь, выходящий из бездны, нападет на них. Он победит и убьет их. Их трупы будут лежать на улицах большого города, который иносказательно называется Содомом и Египтом, и где был распят их Господь. Люди всех народов, племен, языков и наречий будут смотреть на их трупы три с половиной дня и не позволят их похоронить. Те, кто населяют землю, будут радоваться, что эти двое мертвы, будут пировать и слать друг другу подарки, потому что те два пророка мучили живущих на земле. Но через три с половиной дня животворящий дух Бога вошел в пророков, и они поднялись на ноги. Великий страх обуял тех, кто видел их, и оба пророка услышали, как громкий голос с небес сказал им, подойдите сюда, точка. И они вознеслись на небо на облаке, и враги их наблюдали вознесение. И в тот миг произошло великое землетрясение, и обрушилась десятая часть города. Семь тысяч были убиты во время землетрясения, а остальные испугались до смерти и вознесли славу Богу в небесах. Второе великое бедствие миновало, но приближается третье великое бедствие. Седьмой ангел затрубил в свою трубу, и на небесах раздались громкие голоса, говорившие. «Царство мирское стало теперь царством нашего Господа и его Христа, и будет он править во веки веков». Тогда двадцать четыре старца, сидящие перед Богом на своих престолах, полениц и поклонились Богу. Они говорили, «Благодарим тебя, Господь Бог всемогущий, тот, кто есть и был, за то, что ты принял на себя власть и стал править. Язычники были разгневаны. Теперь же пришел час твоего гнева. Пришло время судить тех, кто мертв, и раздать награды твоим слугам, пророкам, святым людям Божьим, тем, кто почитает тебя, малым и великим. Пришло время погубить тех, кто губит землю. Храм Божий открылся на небесах, и в храме был виден священный ларец соглашения. И засверкали молнии, раздались раскаты грома, и случилось землетрясение, и выпал крупный град. Тогда великое знамение явилось в небе, женщина, облаченная в солнце. Под ногами у нее была луна, а на голове – венец из двенадцати звезд. Женщина была беременна, и она кричала от боли в муках родовых, так как роды уже начались. И в этот момент новое видение явилось в небе, огромный красный дракон с семью головами, десятью рогами и семью венцами на головах. Своим хвостом он смел одну треть звезд в небе и бросил их на землю. Дракон стоял перед женщиной, которая рожала, чтобы, как только она родит, сожрать ее младенца. Она родила сына, кому назначено править народами железным жезлом. Затем ее ребенка взяли и отнесли к Богу и к его престолу. После этого женщина убежала в пустыню, туда, где приготовлено ей было Богом место, чтобы там о ней заботились в продолжении одной тысячи двухсот шестидесяти дней. Тогда разразилась война в небесах. Михаил и его ангелы сражались с драконом, а дракон вместе со своими ангелами сражались против них. Однако дракон и его ангелы оказались недостаточно сильны, и поэтому они потеряли свое место на небесах. Дракон был сброшен вниз. Этот дракон – старый змей по прозванию Дьявол и Сатана, который обманывает весь мир. Его сбросили на землю, и его ангелы были сброшены вместе с ним. И тогда я услышал, как громкий голос в небесах сказал. «Пришла победа, сила и царство нашего Бога, и власть его Христа, обвинитель наших братьев и сестер, клеветавшие на них день и ночь, перед нашим Богом низвергнут. Наши братья победили его кровью Агнца и свидетельством истины. Они не дорожили своей жизнью, даже под угрозой смерти. Так ликуйте же, небеса и те, кто живут на них. Но горе земле и морю, так как дьявол сошел на вас. Он полон злобы, так как знает. Что немного времени ему осталось. Когда дракон увидел, что его сбросили на землю, он стал преследовать женщину, родившую мальчика. Но женщине дали два больших орлиных крыла, чтобы она улетела в пустыню, туда, где было ей приготовлено место. Там должны были заботиться о ней три с половиной года, вдали от дракона. Тогда дракон, преследуя женщину, изверг из своей пасти воду, подобную реке, чтобы захлестнуть женщину. Но земля помогла женщине и, открыв свои уста, поглотила воду, извергнутую драконом из пасти. Дракон рассверепел на женщину и отправился воевать с остальными ее детьми, теми, кто исполняет Божьи заповеди и придерживается свидетельства Иисуса. Дракон стоял на морском берегу. «Затем я увидел зверя с десятью рогами и семью головами, выходящего из моря. На его рогах было десять венцов, а на его головах были написаны кощунственные имена. Зверь, которого я увидел, был подобен леопарду, его лапы были как у медведя, а пасть подобна львиной. Дракон отдал ему свою силу, свой престол и великую власть. Одна из голов зверя выглядела так, будто на ней была смертельная рана, но эта смертельная рана залечилась. Весь мир был поражен и последовал за зверем, и люди стали поклоняться дракону, потому что он отдал свою власть зверю. Они поклонялись также и зверю и говорили, кто сравнится могуществом со зверем и кто может воевать с ним. И даны были зверю уста, чтобы произносить горделивые и оскорбительные речи. Ему была одна власть делать это в течение 42 месяцев. Тогда он стал поносить и оскорблять имя Бога, его обиталища и живущих на небе. Ему было позволено воевать с людьми божьими и побеждать их, ему также была одна власть над всеми племенами, народами, языками и наречиями. Все, обитающие на земле, будут поклоняться зверю, все те, чьи имена не записаны в книге жизни у Агнца, закланного отцетворения мира. Кто слышит это, должен услышать вот что. Кто должен быть пленен, будет пленен. Кто убьет мечом, будет сам убит мечом. Вот когда людям Божьим нужны долготерпение и вера. Зверь, выходящий из земли. И тогда я увидел другого зверя, выходящего из земли. У него было два рога, как у ягненка, но говорил он словно дракон. И в присутствии первого зверя он показывает такую же власть, что и первый, и заставляет всех живущих на земле поклоняться первому зверю, чья смертельная рана залечилась. Он свершает великие чудеса, так что даже огонь спускается с небес на землю на глазах у людей. Он обольщает живущих на земле, свершая чудеса в присутствии первого зверя. И велит он живущим на земле сделать изображение первого зверя, который был ранен мечом, но не умер. Ему было позволено вдохнуть жизнь в изображение первого зверя, чтобы это изображение могло не только говорить, но и приказать убить всех, кто не будет поклоняться ему. Он принудил всех людей, малых и великих, богатых и бедных, свободных и рабов, чтобы они дали отметить себя клеммом на правой руке или на лбу. Никто не мог ни продавать, ни покупать ничего у того, у кого не было такого клемма «Я», а это клеммо было именем зверя или числом, означавшим его имя. Это требует мудрости. Каждый, у кого есть разум, может понять значение числа зверя, потому что оно соответствует человеческому числу. Это число – 666. Я взглянул, и вот передо мной стоит Агнец на горе Сион, а с ним сто сорок четыре тысячи человек. У них на лбах были написаны имена Агнца и его отца. Я услышал голос с небес, подобный реву могучего водопада или громкому раскату грома. Голос, который я услышал, звучал так, словно кто-то играет на арфе. Тогда люди запели новую песню перед престолом, четырьмя животными и перед старцами. И никто не мог выучить эту песню, кроме тех ста сорока четырех тысяч, которые были выкуплены у мира. Это те, кто не осквернили себя совокуплением с женщиной. Они девственны. Они следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из всех людей, они – первая часть жатвы Бога и Агнца. Их уста никогда не изрекали лжи, они непорочны. Послание трех ангелов. Затем я увидел другого ангела, летящего высоко в небе. Он нес с собой вечное Евангелие, которое он должен был благовествовать живущим на земле, всякому наречию, племени, языку и народу. И сказал он громким голосом, бойтесь Бога и возносите Ему хвалу, так как пришло время Ему произвести свой суд. Поклоняйтесь тому, кто создал небо, землю, море и источники, вот точка. И тут же второй ангел последовал за первым и сказал, а она пала. Великая блудница Вавилон пала, та, которая заставила все народы испить вино своего распутства, тем самым вызвав гнев Божий. Тогда третий ангел последовал за первыми двумя и громко сказал, если кто поклоняется зверю и его изображению и примет клеймо на лоб или на руку, то выпьет неразбавленное вино ярости Божьей из чаши гнева Божьего. И будут того пытать кипящей серой в присутствии святых ангелов и агнца, и дым от огня той пытки будет куриться во веки вечные. Ни днем, ни ночью не будет отдыха тем, кто почитает зверя и его изображение, и тому, кто отмечен его именем. Вот когда требуется долготерпение от людей Божьих, которые придерживаются заповедей Бога и веры в Иисуса. Тогда я услышал, как голос с неба сказал, запиши, что отныне блаженны те, кто умер с верой в Господа. Да, это так, говорит Дух, теперь они могут отдохнуть от своих трудов, потому что их деяния последуют за ними. Тогда я посмотрел, и было передо мной белое облако, а на облаке сидел некто, подобный сыну человеческому. У него на голове был золотой венец, а в руках – острый серп. И вышел из храма другой ангел, и крикнул громким голосом тому, кто сидел на облаке, возьми свой серп и жни, так как пришло время жатвы, урожай на земле созрел. Сидевший на облаке взмахнул серпом над землей и собрал на земле урожай. Затем другой ангел вышел из храма на небе. У него тоже был острый серп. А от алтаря подошел иной ангел, у которого была власть над огнем, и громко воскликнул, обращаясь к ангелу с острым серпом, возьми свой острый серп и обрежь гроздья на винограднике земли, так как виноград созрел. Ангел взмахнул своим серпом над землей и собрал урожай винограда на земле, и бросил виноград в виноградный пресс великого гнева Божьего. Затем виноград отжали прессом за пределами города, и кровь потекла из пресса, и поднялась до конских уздечек почти на 300 километров вокруг. После этого я увидел другое удивительное и великое знамение на небесах. Там находились семь ангелов с семью последними бедствиями, так как с ними закончился гнев Божий. Я увидел нечто, подобное стеклянному морю, охваченному огнем, а также одержавших победу над зверем, над его изображением и над числом, которое составляет его имя. Они стояли у моря, держа арфы Божьи, и пели песню Моисея, слуги Божьего, и песню Агнца. Великие и чудесны твои дела. А Господь Бог всемогущий. Праведны и истины твои пути. Царь народов. Кто не убоится тебя, а Господи? И не прославит твое имя, так как лишь ты один свят. Все народы придут и поклонятся тебе, потому что твои справедливые дела очевидны. После этого я посмотрел, и вот открылся храм небесный, шатер свидетельства, и семь ангелов с семью последними бедствиями вышли из храма. Они были облачены в чистые сверкающие льняные одежды, и на груди у них была золотая перевесь. Тогда одно из животных подало семи ангелам семь золотых чаш, переполненных гневом Бога, живущего ныне и во веки веков. И наполнился храм дымом славы и силы Божьей, так что никто не мог войти в храм, пока не закончатся семь бедствий, принесенных семью ангелами. Тогда я услышал, как громкий голос из храма сказал семи ангелам, «Идите и выплесните на землю содержимое семи чаш с гневом Бога». Первый ангел ушел и выплеснул свою чашу на землю. И тотчас же ужасные болезненные язвы осыпали тех людей, которые были отмечены печатью зверя и поклонялись его изображению. Тогда второй ангел вылил свою чашу в море, и оно превратилось в кровь, подобную крови мертвеца, и все живое в море умерло. Затем третий ангел вылил свою чашу в реки и источники, и обратились они в кровь. И услышал я, как ангел вот сказал, «А святой, кто есть и был всегда, ты справедлив в приговорах, которые вынес. Они пролили кровь твоих, святых людей Божьих и пророков, и ты дал им пить кровь. Они заслужили это». Я услышал, как алтарь сказал, «Да, Господь Бог всемогущий. Твои приговоры истинны и справедливы, точка». Тогда четвертый ангел выплеснул свою чашу на солнце, и разрешено ему было сжечь людей огнем. И сгорели люди на великом огне. Они оскорбляли имя Бога, в чьей власти было мучить их, но не покаялись и не прославили его. Затем пятый ангел вылил свою чашу на престол зверя, и погрузилось царство зверя во мрак, и люди кусали от боли свои языки. Они поносили Бога Небесного из-за боли и яс в своих, но не покаялись в своих поступках. Тогда шестой ангел выплеснул свою чашу в великую реку Ефрат, и ее воды иссякли, чтобы подготовить путь царям с востока. Тогда я увидел, как из пасти дракона, из пасти зверя, и изо рта лжи пророка вышли три нечистых духа, подобных лягушкам. Это были бесовские духи, которые могли творить чудеса. Они отправились к царям всего мира, чтобы те собрались воедино для битвы в великий день всемогущего Бога. Слушайте! Я нагряну неожиданно, подобно вору. Блаженны те, кто бодрствует и держит под рукой свою одежду, чтобы не пришлось им выбежать ногами, и чтобы люди не увидели их непристойное место точка. И собрали злые духи царей в том месте, которое на иврите называется Армагеддон. Тогда седьмой ангел выплеснул свою чашу в воздух, и громкий голос раздался от престола в храме, сказавший, «Свершилось!» И засверкали молнии, и раздались раскаты грома, и случилось великое землетрясение. Такого сильного землетрясения не случалось за все время с тех пор, как человек появился на земле. Великий город раскололся на три части, и пали языческие города. Бог вспомнил о Великом Вавилоне и наказал его, и дал ему испить чашу своего яростного гнева. Исчезли все острова, и не осталось гор. Огромные градины, каждая весом в талант, упали с неба на людей, и прокляли люди имя Божие из-за этого града, так как бедствие было ужасно. Тогда один из семи ангелов с семью чашами подошел ко мне и сказал, «Пойдем, я покажу тебе, какое наказание послано великой блуднице, которая сидит над многими водами». Земные цари предавались с ней блуду, и те, кто живут на земле, напивались допьяна вином ее блуда. И оказался я во власти духа, который перенес меня в пустыню. Там я увидел женщину, сидящую на красном звере. Этот зверь был весь покрыт именами, оскорбляющими Бога, и было у него семь голов с десятью рогами. Женщина была одета в пурпурные и красные одежды и украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. В руке она держала золотую чашу, полную мерзости и грязи ее блуда. На лбу у нее было начертано имя с тайным значением. Великий город Вавилон Мать блудниц И всякой мерзости на земле Затем я увидел, что она пина от крови святых людей Божьих и тех, кто умер, свидетельствуя об Иисусе. И увидев ее, я поразился. Ангел спросил у меня, чему ты удивляешься? Я объясню тебе, в чем тайное значение этой женщины и зверя с семью головами и десятью рогами, на котором она сидит. Зверь, которого ты видел, был когда-то живым, сейчас же он мертв. Но он еще восстанет из бездны и отправится на погибель. И те из живущих на земле, чьи имена не вписаны в книгу жизни от начала мира, удивятся, увидев зверя, так как он был жив когда-то, но сейчас мертв, и все же он явится снова. Чтобы все это понять, нужна мудрость. Семь голов, это семь холмов, на которых сидит женщина, а ниже и семь царей. Первые пятеро уже умерли, один еще жив, а последний еще не явился. Когда же он явится, то недолго ему суждено здесь оставаться. Зверь, который когда-то был жив, а сейчас не живой, это восьмой царь, один из семи, и идет он к своей гибели. Десять рогов, что ты видишь, это десять царей, которые еще не начали править, но они получат власть править, каждый по одному часу вместе со зверем. У всех десяти царей одни намерения, и отдадут они свою власть зверю. Они будут воевать с Агнцем, но он победит их, потому что он, господин господствующих, и царь царей вместе со своими избранными, призванными и верными. Затем ангел сказал мне, воды, которые ты видишь там, где сидит блудница, это разные народы, множество племен и языков. Десять рогов, которые ты видел, и сам зверь будут ненавидеть блудницу, и отнимут у нее все, чем она владеет, оставив ее ногой. Они будут пожирать ее тело и жечь его огнем. Потому что Бог вложил в десять рогов желание исполнить его волю, отдать зверю власть правления, пока не исполнится слово Божье. Женщина, которую ты видел, это великий город, господствующий над земными царями. После этого я увидел, как с неба спускается другой ангел, облеченный великой властью, и земля осветилась его славой. И закричал он могучим голосом. Пал он. Вавилон, великая блудница, пал. Стала она обиталищем бесов. Пристанищем всех нечистых духов. Прибежищем всяких нечистых и отвратительных птиц. Потому что все народы испили вино ее блуда и вино Божьей ярости. Земные цари развратничали с ней. И торговцы всего мира разбогатели. Благодаря ее великой роскоши. И тут я услышал, как другой голос с небес сказал. Выйди из этого города, народ мой. Чтобы не соучаствовать в ее грехах. И не пострадать от мора. Посланного на нее. Потому что грехи ее вздымаются горой до самого неба. И Бог помнит все ее грехи. Отплатите ей за то. Как она обращалась с другими. Отплатите вдвойне за то, что она сделала. Приготовьте для нее вино вдвое крепче. Чем то, которое она приготовила для других. Сколько она принесла себе роскоши и славы. Столько ей принесите горя и мучений. Потому что она продолжает говорить себе. Я восседаю на престоле, подобно царице. Я не вдова и никогда не буду печалиться. И потому в один день ее постигнут всякие бедствия. Смерть, горькие рыдания и великий голод. И сгорит она на огне. Потому что могуществен Господь Бог, осудивший ее. Цари земные, те, кто предавался с ней разврату и делил с ней роскошь, будут горевать по ней, видя дым от огня, на котором она сгорает. И стоя поодаль от нее, из страха перед ее муками они скажут. Горе, горе, а великий город, а могучий город Вавилон, за один час постигло тебя наказание. Тогда торговцы во всем мире будут плакать и горевать по ней, так как никто не покупает больше у них товаров, золото, серебро, драгоценные камни и жемчуг, полотно, багреницы, шелк и красные ткани, лимонное дерево и всякие изделия из слоновой кости, драгоценного дерева, меди, железа и мрамора, корицу, пряности, ароматические курения, благовония, мира, вино и масло, лучшую муку и пшеницу, крупный скот и овец, лошадей и повозки, тело и души людские. А великий Вавилон. Все то драгоценное. Чем ты стремилась владеть, покинула тебя. Вся роскошь и великолепие утрачены. И ты никогда не обретешь их вновь. Торговцы, продававшие ей все это и разбогатевшие за ее счет, будут держаться в стороне из страха перед ее муками. Они будут плакать и горевать о ней, восклицая. Горе. Горе великому городу. Она была облачена в полотно. Багреницу и красные одежды. Она сверкала золотом. Драгоценными камнями и жемчугами. И все это богатство уничтожено всего за один час точка. И все кормчие, и все, кто плавают на кораблях, и все моряки, и все, кто живут за счет моря, держались в отдалении. А когда увидели, как дым поднимается от огня, на котором она сгорает, то закричали. Разве есть город, равный этому? Они посыпали головы пеплом и плакали, и горевали, восклицая. Горе. Горе великому городу. Все те, у кого были морские корабли, обогатились благодаря ее богатству. Но она была уничтожена за один час. Ликуйте же небеса. Ликуйте апостолы, пророки, и все святые люди Божьи. Потому что Бог наказал ее за все то, что она вам сделала. И тогда могучий ангел поднял камень размером с мельничный жернов, бросил его в море и сказал. Вот так и великий город Вавилон. Будет низвергнут и исчезнет навсегда. Никогда больше не будут слышны здесь звуки играющих на лирах и поющих, играющих на свирелях и трубящих в трубы. Никогда не будет здесь больше никаких ремесел. И никогда не раздастся шум жерновов. Никогда не засветится светильник. Никогда не будут больше слышны голоса женихов и невест. Твои торговцы были великими этого мира. Все народы были обмануты твоим колдовством. Она повинна в крови пророков. Божьих святых и всех тех. Кто был убит на земле точка. После этого я услышал громкий шум, подобный голосу многочисленного народа на небесах. Люди восклицали. Аллилуйя! Победа, слава и сила принадлежат нашему Богу, так как суд его истинен и справедлив. Он наказал блудницу, совратившую землю своим распутством. Он наказал блудницу, чтобы отплатить за смерть своих слуг. И снова люди сказали. Аллилуйя! Дым будет возноситься над ней во веки вечные. И после того двадцать четыре старца и четверо животных пали ниц и поклонились Богу, сидящему на троне. Они восклицали. Аминь! Аллилуйя точка! Затем от престола раздался голос, произнесший. Вославьте нашего Бога все вы! Слуги Его, малые и великие, которые почитают Его. Тогда я услышал нечто подобное голосам множества людей, как рев могучего водопада или оглушительные раскаты грома. Они говорили. Аллилуйя! Правит наш Бог всемогущий. Возрадуемся же и возликуем. И прославим его. Потому что настало время свадьбы Агнца. И его невеста уже приготовилась. Ей дали надеть одежды. Из чистого сверкающего полотна. Полотно же означает праведные поступки святых людей Божьих. Затем ангел сказал мне, запиши вот что, блаженны те, кто приглашен на пир свадебный. И еще он сказал мне, это истинные слова Божьи. И я упал к его ногам, поклоняясь, но он сказал мне, не делай этого. Я такой же слуга, как ты и твои братья и сестры, имеющие свидетельство Иисуса. Поклоняйся Богу. Так как в свидетельстве Иисуса, дух пророчества. Тогда я увидел, как раскрылось небо, и передо мной предстал белый конь. Сидящего на нем называют истинным и верным, так как он судит и ведет войну справедливо. Его глаза подобны пылающему огню. У него на голове множество венцов, и на них написано имя, которого не знает никто, кроме него самого. Он одет в одежды, омытые кровью. Его имя – Слово Божье. За ним следовали войска всадников на белых конях, облаченных в чистые сверкающие одежды из тонкого белого полотна. Изо рта у него исходит острый меч, которым он поразит язычников. Он будет править ими железным жезлом, и отожмет вино виноградным прессом яростного гнева всемогущего Бога. У него на бедре и на белом одеянии было написано его имя. Царь царей и Господь господствующих. Затем я увидел ангела, стоящего на поверхности солнца. Он громко возвал к птицам, парящим высоко в небе, придите, слетайтесь все вместе на великий пир Божий, пожирать трупы царей, полководцев и великих этого мира, трупы коней и их всадников, трупы свободных и рабов, трупы малых и великих. И увидел я тогда зверя и царей земных вместе с их армиями, собравшимися воевать с сидящим на коне и с его войском. Но зверь был схвачен, а с ним и лжепророк, совершавший для зверя чудеса. Этими чудесами он обманывал тех, на ком был знак зверя и кто поклонялся его изображению. Оба они были заживо брошены в кипящее озеро огненной серы. А их войско было убито мечом, исходившим изо рта сидящего на коне. И все птицы досыта наелись их трупами. После этого я увидел ангела, спускающегося с небес. В руке у него был ключ от бездны и толстая цепь. Он схватил дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его, чтобы тот тысячу лет не мог освободиться. Ангел бросил его в бездну, запер и запечатал выход над ним, чтобы он не мог обманывать народы, пока не истечет тысяча лет, после чего он должен быть освобожден на короткое время. Затем я увидел престолы с сидящими на них людьми, которые владели властью судить, и я также увидел души тех, кто был обезглавлен за свидетельство об Иисусе и Слово Божие. Они не поклонялись ни зверю, ни его изображению и не приняли его изображение ни на лбы, ни на руки. Они возродились к жизни и царствовали вместе с Христом в течение тысячи лет. Остальные же мертвые не возродились к жизни, пока не прошла тысяча лет. Это первое воскрешение мертвых. Блажен и свят тот, кто причастен к первому воскрешению. Вторая смерть невластна над ними. Они будут священниками Бога и Христа и будут править вместе с ним тысячу лет. Поражение сатаны. Затем, по завершении тысячи лет, выйдет сатана из темницы и отправится обольщать народы всей земли, народы Гога и Магога, и сведет их вместе для войны. И будет их такое множество, как песка на морском берегу. Они пересекли землю и окружили стан людей Божьих и возлюбленный Богом город. Но огонь спустился с небес и пожрал сатанинское войско. И тогда сатана, прелестивший этих людей, был сброшен в озеро кипящей серы, туда, где находились зверь и лжепророк, и они будут подвергаться мукам день и ночь веки вечные. Осуждение народов мира. Тогда я увидел большой белый престол и сидящего на нем. Земля и небо бесследно исчезли в его присутствии. И увидел я, что мертвые, великие и малые, стоят перед престолом. Несколько книг было раскрыто, и другая книга была раскрыта, книга жизни. И мертвые были судимы по их делам, записанным в книгах. Море отдало мертвых, бывших в нем, и смерть, и от отдали мертвых, которые были у них, и каждый был судим по его поступкам. И смерть, и от были низвергнуты в огненное озеро. Это и есть вторая смерть. И если чье имя не было записано в книге жизни, тот был низвергнут в огненное озеро. После этого я увидел новое небо и новую землю, так как прежнее небо и земля исчезли, и море больше не существовало. Я увидел святой город, новый Иерусалим, спускающийся от Бога с небес и украшенный, как невеста, нарядившаяся для своего мужа. Я услышал громкий голос, раздавшийся от престола, смотрите, жилище Бога теперь находится среди людей. Он поселится среди них, и они будут его народом, а он станет их Богом. Он осушит слезы с их глаз, и не будет более смерти. Не будет более ни скорби, ни горя, ни боли, потому что все старое исчезло. И тогда сидящий на престоле сказал, смотри. Я создаю все заново. Он повелел, запиши это, так как эти слова истинны и правдивы. Он обратился ко мне, свершилось. Я, Альфа и Омега, начало и конец. Я щедро даю воду из ручья жизни тем, кто томится от жажды. Те, кто одержит победу, унаследуют все это. Я буду их Богом, а они будут моими детьми. Трусы же неверующие, скверные, убийцы, развратники, колдуны, идолопоклонники, и все лжицы обретут свою участь в озере горящей серы. Это вторая смерть. Тогда вышел один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними бедствиями, и сказал мне, подойди сюда. Я покажу тебе новобрачную жену Агнца. Своим духом ангел принес меня на крутую высокую гору и показал мне святой город Иерусалим, спускавшийся с небес от Бога. В нем была слава Божья. Его сияние подобно сиянию драгоценного камня, такого как яшма, и прозрачного, как хрусталь. Вокруг него была большая высокая стена с двенадцатью воротами. У ворот было двенадцать ангелов, а на воротах были написаны имена двенадцати родов Израиля. Там было трое восточных ворот, трое северных, трое южных, трое западных. Стены города стояли на двенадцати каменных основаниях, на которых были написаны имена двенадцати апостолов Агнца. Ангел, говоривший со мной, держал золотой мерный посох, чтобы обмерить город, ворота и его стены. Город был построен в виде квадрата, его ширина была равна длине. Он обмерил город посохом, и мера оказалась равной двенадцати тысячам стадий. Длина, ширина и его высота были одинаковы. Затем ангел обмерил стены, и их высота оказалась равной ста сорока четырем локтям. Ангел пользовался человеческой мерой измерения. Стены были построены из яшмы, сам же город, из чистого золота, подобного прозрачному стеклу. Основания стен были украшены всевозможными драгоценными камнями. Первое – яшмой, второе – сапфиром, третье – халцедоном, четвертое – изумрудом, пятое – сардониксом, шестое – сердоликом, седьмое – хризолитом, восьмое – берилом, девятое – топазом, десятое – хризопразом, одиннадцатое – гецентом, двенадцатое – аметистом. Сами же ворота были из жемчуга, по одной жемчужине на каждые ворота. Улицы города были вымощены золотом, чистым, как прозрачное стекло. Я не видел храма в городе, потому что его храм – Господь Бог всемогущий и агнец. И городу не нужно ни солнца, ни луны, так как великолепие Бога освящает его, и агнец – его светильник. Народы мира будут ходить при этом свете, и цари земные принесут свою славу в этот город. Его ворота никогда не будут закрываться днем, ночи же там не будет. Слава и честь народов будут принесены туда. Ничто нечистое не войдет в него, и никто из тех, кто творит постыдное или лжет, только те, чьи имена занесены в книгу жизни. Затем ангел показал мне реку животворной воды, чистой, как хрусталь, которая текла от престола Божьего, и от агнца и протекала по улицам города. По обе стороны реки росло дерево жизни. Оно приносит двенадцать урожаев в год, плодонося раз в месяц, а листья дерева предназначены для исцеления народов. Не будет там ничего, что не угодно Богу. Там будет престол Божий и агнца, а его слуги будут поклоняться ему. Они увидят его лицо, и имя Божье будет написано на их лбах. И не будет больше ночи, и не будет у них нужды ни в светильнике, ни в солнечном свете, так как Господь Бог будет светить им, и они будут править во веки веков словно цари. Тогда ангел сказал мне, истинны и правдивы эти слова. Господь, Бог, давший пророкам дух пророческий, послал своего ангела показать своим слугам то, что произойдет вскоре, послушай. Я скоро приду. Блажен тот, кто повинуется пророческим словам, записанным в этой книге. Я, Иоанн, слышал и видел все это. И когда я услышал и увидел их, то склонился к ногам ангела, показывавшего мне это в знак поклонения ему. Но он сказал мне, не делай этого. Я такой же слуга, как ты и твои собратья, пророки, которые повинуются словам, записанным в этой книге. Поклоняйся Богу. И еще сказал он мне, не держи в тайне пророческие слова, записанные в этой книге, так как близко время, когда все это свершится. Пусть те, кто творили зло, так и продолжают поступать, а нечистые пусть остаются нечистыми. Пусть те, кто поступают праведно, так и продолжают поступать, а те, кто святы, остаются святыми. Послушай. Я скоро приду. Я принесу с собой награду. Я воздам каждому по делам его. Я Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец. Блаженны те, кто омоют свои одежды. У них будет право вкусить от дерева жизни, пройти через ворота и войти в город. Псы же, а вместе с ними колдуны, развратники, убийцы, идолопоклонники и все, кто любит ложь и предаются ей, останутся снаружи. Я Иисус послал моего ангела засвидетельствовать все это перед церквями. Я, потомок рода Давида, яркая утренняя звезда. И дух, и невеста говорят, приди точка. И пусть тот, кто услышит, скажет, приди точка. И пусть тот, кто жаждет, придет. Любой желающий сможет получить в дар животворную воду. Вот о чем я свидетельствую перед всеми, кто слышит пророческие слова этой книги, и если кто добавит что-либо к этим словам, то Бог пошлет на него все бедствия, описанные в ней. И если кто опустит что-либо из пророческих слов этой книги, то Бог отнимет у того долю в древе жизни и святом городе, описанном в ней. Тот, кто свидетельствует обо всем этом, говорит, да, я скоро приду. Аминь. Приди же, Господь Иисус. Да будет благодать Господа Иисуса со всеми вами.